Друзья, всем привет, с вами Алексей Новиков и я сейчас на Бали, записываю вам превью к интересному видео. Я перед выездом записал большой выпуск с Алексеем Тарсьем, это наш олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. То, как он задавал вопросы и какие он задавал вопросы, мне кажется, вам будет также интересно, так что наслаждайтесь видео. Каждый ли может стать стронгменом? От чего это зависит? Если мы берем понимание, что такое стронгмен, человек, который выступит на соревнованиях, то, наверное, каждый. Это достаточно просто заявиться и ты уже как бы стронгмен. Поднимешься, не поднимешься, это второй вопрос. Если мы говорим о каком-то действительно хорошем результате, немножко уже иначе, каждый или не каждый. Опять же, если есть проблемы по здоровью, можешь и хочешь поднимать и тому подобное. Много зависит от человека, конечно же. Но у кого-то есть задатки, у кого-то нету задатков. Кто-то может их тренировать, кто-то может генерировать новые задатки. Так что я думаю, что в целом подавляющее большинство, около 90% мужчин может быть стронгменом. Ну, почему спрашиваю? Потому что очень многие говорят, что ты один из самых легких. Да. То есть, скорее всего, самый легкий. И самый молодой. Вот, и самый молодой. То есть, вот важно, то есть, многие говорят, что это очень плохо, да, то, что ты легкий. То есть, ты можешь уступать в чем-то, но ты показываешь другое. Соответственно, ты уже идешь в разрез. Вот с твоей точки зрения, все, что именно конкретно важно. Характер это отставили? Рост, вес. Давайте по антропометрии. Конечно, рост хотелось бы больше. Легче было бы шары поднимать, легче было бы нарастить мясо. Во многих моментах проще. Но есть некоторые плюсы, такие как приседания и тяга. Наверное, удобнее иногда работать в этих улах, которые у меня есть в моем теле. Но минусов, минусов, конечно же, больше. Потому что трек-пул, шары, метание и очень-очень много другого. Получается, за счет чего? Наверное, за счет того, что правильное использование своих углов, своего тела. Правильная эффективность использования в целом. Вес. Наверное, самое важное именно рост. Потому что вес ты можешь всегда добавить, убрать. То есть, это твоя диета просто. Насколько ты будешь много кушать. Я не самый низкий. Есть еще ниже. Витал-то стало с сантиметра около 10 ниже меня. И выигрывал Арнольд. А это очень-очень мощное соревнование. Так что, я думаю, даже 1,75 метра ты можешь быть достаточно успешным стронгом на мировом уровне. Существует ли профессиональный стронг, там, где ты зарабатываешь деньги? То есть, можно ли рассматривать это не только как точку реализации или окно реализации своих возможностей, но и как? Как? А позже, когда ты переходишь в Pro-дивизион, там, где уже ты не платишь за выезды, где ты не платишь за отели, где тебе платят за выступление, даже за последнее место, то, конечно, уже да. Если ты можешь на последних местах быть и как бы выходить в ноль по подготовке, можно выигрывать и быть в хорошем плюсе. Все зависит от того, насколько ты хорошо выступаешь. В теории можно все соревнования выигрывать и быть чуть ли не миллионером. Но на практике такого невозможно. Давай тогда к вопросу, как выходить в ноль. Вот, если период подготовки и период off-season, да, когда ты не тренируешься, вот сколько ты тратишь, сколько нужно на off-season, когда ты не тренируешься? Когда не тренируешься, ну, опять же, мы понимаем, что это, если я не в сезоне, значит, я чищу свой организм, отдыхаю и также делаю разные практики, там, колени, плечи, ударно-волновая, массажи и другие тренировки. Я думаю, от тысячи до полторы тысячи долларов в месяц. Это именно на спорт. Как это, когда есть подготовка куда-то? Я думаю, это дорожает, ну, плюс тысячи долларов. Всего лишь на все. Ну, если мы не берем еду. Если не берем еду? Да, это плюс тысячи долларов, ну, там слишком много чего-то чудить не нужно. Все равно у тебя тот же массаж остается, может, чаще зал, как бы, ты не платишь за зал, потому что, ну, как бы, раз заплатил, и это тоже не считается, что туда добавить. То есть, ориентируешься на две-две с половиной тысячи в месяц, это на период подготовки? Конечно, всегда можно, если есть деньги, мы думаем, ага, где и куда мы можем это всунуть. И, конечно же, мы можем давать крио, сауны и кучу-кучу разных всяких моментов, которые были бы полезны. Но полезны ли они на том уровне, когда ты уже будешь пихать плюс тысячу долларов еще, а процент роста будет, ну, там, маленький очень. То есть, неизмеримо, ну, то есть, я считаю, на данный момент моей карьеры в 25 лет мне это не нужно. Когда я буду чувствовать, что, ой, чего-то не хватает мне в жизни, плохо прогрессирую, либо вообще не прогрессирую, либо еще хуже регресс, и, конечно, я буду задумываться, что же мне найти нового такого, чтобы дать толчок организму. За счет чего можно существовать в твоем виде спорства? Я имею в виду финансово поддерживать себя, то есть, какие могут быть инкомы, откуда они и на каком уровне они в основном приходят? Если в целом, как можно это делать? Я сначала про теорию, потом про правдиву. Теоретически это поддержка государства. Это, в первую очередь, во всех странах это есть, но не во всех, к сожалению. Также есть просто спонсоры, люди, которые просто кайфуют от спорта, видя, что парень молодец, давай ему поможем. Такие есть яркие примеры и в нашем украинском спорте тоже, но это теория. Призовый фонд, за соревнования ты выиграл и получил деньги. Ну и спонсорские, это если ты подписал с кем-то контракт, ты выиграешь, ты медийный человек, ты можешь рекламировать какую-то продукцию. Ну и также можно делать свою продукцию, футболки и тому подобное, и на этом тоже можно зарабатывать. Но это также пока теория. Это, в любом случае, инвестиция в себя. Да, это все инвестиция. Выиграть, не выиграть – это твои проблемы, опять же. На практике основной доход – это призовый фонд и спонсорские какие-то контракты. Для того, чтобы был стимул подрастающим, можно ли озвучить какую-то цифру, допустим, 5-10? Вот какой твой… сколько ты зарабатываешь на том уровне, на котором ты есть, чтобы просто подрастающему поколению было понятно, к чему идти? То есть для кого-то это будет много, для кого-то это будет мало. То есть не надо четкую цифру там. Не понял. Ну скажу так, можно зарабатывать в год больше 100 тысяч долларов. Это уже, я думаю, для многих будет стимул. Опять же, насколько ты можешь вывозить нагрузку, быть на соревнованиях часто. Потому что, вы знаете, я каждые две недели на соревнованиях и всегда в тройке. И выиграешь ты соревнования или не выиграешь. Потому что за одну победу можно получить уже 100 тысяч долларов, а можно где-то выиграть и получить 5. Ну то есть… Ну там, там… Все зависит от того, либо ты направлен, ты знаешь, что ты выиграешь, ты там выступаешь на топовых соревнованиях и получаешь хорошие деньги. Либо же ты берешь количеством и соревнуешься там 10, 20, 30 раз в году. То есть у меня и такие периоды в жизни были, там где мне нужны были деньги на соревнования, на Арнольд. И я выступал до 30 раз в году, чтобы заработать на поездку на Арнольд. Ну это износ организма. Да, ну это износ организма. Жесточайший. Жесточайший, да. Каждый… Ну у меня было максимум 3 соревнования за выходные. И там получалось там от 300 до 500 долларов. Выгодно – это невыгодно. Это второй вопрос. Вопрос, наверное, в желании. Хочешь ты этого или не хочешь? То есть нужно… Ну, наверное, нужно. Я себе тогда выбрал так, что мне этого хотелось. Опять же, желание выступить. Наверное, у мужчин оно есть. Всегда хочется попробовать себя. И когда ты выиграешь, ты кайфуешь от этого. Давай еще разочек. И как бы выступаешь, выступаешь, выступаешь. Если тебе это легко и ты чувствуешь, что проблем с организмом нет, можешь продолжать. Но опять по нужде. Если тебе нужно выступать за деньги, то ты выступаешь. Если нет, то кури бамбук пока. У нас есть с тобой одна точка отправная. Возможно, ты сейчас о ней не догадываешься. Скорее всего. Вопрос, постараюсь тебя вопросом навести на нее. Когда ты впервые почувствовал или осознал то, что ты можешь, а, бороться с топовыми атлетами, хотя бы даже регионального уровня. Сначала регионального уровня, то есть масштабы Украины. Ты помнишь это или нет? Это мне исполнилось в 19 лет. Я выиграл тогда всех. Год помнишь? 2015 год, скорее всего. А месяц помнишь? Февраль. Я даже дату помню. Это было 14 февраля, потому что это день влюбленных. Да. Я как раз хотел об этой дате сказать, потому что это был мой первый семинар. Первый. Который мы проводили с Сергеем Пуцевым. Это было в том же зале после вас. У вас были соревнования. И после этих соревнований там был семинар. И там у вас была заруба с конюшком. Куда он потянул бедро или не помню? Он мог продолжать соревнования. Больше заруба была с Герасимом и Пономаревым. Они были в тройке. В целом у нас была пятерка. Я Рекша, конюшок, Герасимов, Пономарев. Которые были претенденты на первое место. Все зависело от состояния всех спортсменов. И конюшок потянул ногу. У Рекша был заболевший. У него температура была. И с той пятерки я был сильнее на тот момент. Просто я помню, что именно те соревнования. Они как-то, знаешь, твою фамилию. Бум. Да. Сразу заговорили. Поэтому я почему-то запомнил эту дату. Если говорить о мировом масштабе. Когда почувствовал вкус как акула? Кровь, запах крови. Когда ты это почувствовал? Соревнования в Мариамполе какого-то не помню. Это первые соревнования были. Переход аматорского уровня. Она чуть-чуть выше. То есть где соревнования чуть-чуть дороже уже. Там 1200 евро за первое платят. А не по 500, как всегда. И тогда выступал Блекатис. Там выступал Айварош Мангштейлис. И для меня Блекатис это серьезный мужчина. Который у меня на плакатах есть. На которых я смотрел. И восхищался. Думал, ого какой мужик. И там я его выиграю. Думаю, ну как бы я и других выиграю. И Бельшака выиграю. И веду соревнования в целом. То есть все люди, всех можно выиграть. С того момента я понял, что все люди. И как бы ну. Бери, тренируйся. Бери, закрывай какие-то дырки. И выиграю из соперников. Все нормально. Это было отправной точкой. Вот эти соревнования, о которых ты говоришь. Я как бы уже был нацелен на Арнольд. Это одни из соревнований были. Которые я зарабатывал на поездку. И тогда я понял, что там были соперсмены из продивизиона. Я их выиграл. И думаю, что о, прикольно. То есть в целом могу соревноваться на высоком уровне. И понимаю. Главное, что я тогда понимал, что мне нужно добавить. Я понимал, как это сделать. И я понимал, что это по сути полгода-год. И я уже могу серьезно конкурировать на высоких соревнованиях. Чтобы зарабатывать большие деньги. И выступать на высоком уровне. Как с популярностью за последние два года? Вот после Warstone Gas Man, конечно, стрельнуло. И я сейчас вижу, что она только поднимается. Наверное, это связано с YouTube. С большим количеством соревнований, где я всегда в тройке. И сейчас это все лучше и лучше. В Украине это меньше чувствуется. Но в Англии это вообще просто сумасшествие. Я очень рад. Мне приятно выступать в Англии. Там такая мощнейшая просто поддержка. В Америке также она очень сильная. То есть там ребята сделали мои футболки. Их еще нету в продаже. Они сами сделали. Они там просто кричали. Ну, как не знаю. Как в самых фильмах американцев. Я думаю, ого. У нас родные иногда так не кричат. А там просто… Это именно американцы-американцы? Американцы, да. Или вот именно там диаспора какая-то украинская? Нет, это американцы-американцы. Просто мне… То же самое в UK. В UK они более сдержанные, но они там… Они могут стоять по два часа в очереди, чтобы сфотографироваться. То есть вот такие вот люди. И они готовы платить за какую-то эмоцию. И это очень круто. Они ценят то, что ты делаешь для них. Они отдаются… Они вот эту эмоцию берут и просто… Ты этой же… Заряжаешься эмоцией. Это невероятный кайф просто. Когда стадион 7 тысяч человек. Амфитеатр, там где по кругу все слышно, как монета звенит. И они орут настолько, как… Даже не просто крик, но уже как шум переливается все вместе и… Внутри переворачивается все, да? Это просто жесть. Я первый раз такое испытал в этом году в Лондоне. Это просто величайший кайф. А соревнования, на которых что-то пошло не так? Если помнишь что, вот что-то знаешь такое вот… Не стандартное… Первое соревнование, где конкретно пошло что-то не так, это… Я считаю, что мне специально сломали спину. Каким образом сделали ротацию позвоночника, скрутку обычную. Сильно, очень сильно. И по сути расслабили маленькие мышцы стабилизаторы. И на следующий день я пошел на тяжелую тягу и получил грыжу. Серьезную грыжу, которая мне мешала, ну, 4 месяца. 4 месяца, вроде, когда мы говорим, 4 месяца тогда, когда-то было, это вроде бы ничего. Но когда ты в моменте находишься и тебя болит 2 месяца вообще без изменений, тебе кажется, что, наверное, все, уже, наверное, болеть будет так всю жизнь. И тогда я задумался, блин, наверное, все-таки я не буду выступать больше, либо буду, но очень плохо. И это было в Дубае первое соревнование моей World Ultimate Strongman. Доктор Питер, которого я до сих пор помню и очень хочу встретить его. Но, в целом, это тоже был определенный опыт для меня. Потому что хорошо, что это случилось сейчас. Я больше никогда никакому врачу не доверюсь сделать то, что я не понимаю. Сейчас я уже полностью разобрался, не полностью, хорошо разобрался в своем организме. Я знаю, что можно делать, что нельзя делать. И это знания, которые в дальнейшем меня обезопасят от таких моментов. Я знаю, что была история с выступлением с температурой. Ну, это частый процесс. Когда это было, помнишь? И вообще как это выступать с температурой? Это последний World Strongman, где я проиграл. Я болел месяца полтора до соревнований. И вот это все время я болел. И я выхожу, первое упражнение соревновался. Потом три-четыре часа отдыха и следующее упражнение. И вот стресс организму, да, проходит время, уже какая-то реабилитация происходит. У меня температура, я выхожу, мне холодно. На улице 40 градусов, 45. А тебя морозит, да? А меня морозит. И мне так отвратительно, мне нужно тянуть эту штангу. И, ну, конечно, отвратительно было ощущение. Ну, опять же, как-то себя там старался взбодрить, как-то там настроить, побить, чтобы показать хороший результат. Но, к сожалению, не смог я выдать с организма то, чего нужно было на тот момент. Кто твой принципиальный соперник? Принципиальный соперник? Я выиграл всех, кроме Мартинса Лицеса. То есть не могу сказать, что он мой принципиальный соперник. Мы с ним дружим. Кайфовый и классный парень, который позитивный, который принимает меня как друга, воспринимает меня как друга, помогает его в разных моментах. И я не выиграл только его. Всех спортсменов, которые актуальны на данный момент, я выиграл. Хотелось бы выступить с Жидруносом, хотелось бы, но никогда не пересекался с ним на одной площадке. Наверное, самый принципиальный, наверное, Келешковский. Потому что много пересекались мы. У нас много заруб вместе. Много людей разделились на Новиков и Келешковский. Много людей сказали, что я не выиграл. Я выиграл случайно ворсингвестмент, потому что Келешковский не было. Потом я его два раза выиграл. Но вот это мне было важно. На тот момент первые и вторые соревнования выиграть его, чтобы люди понимали, что мой ворсингвестмент – это не случайность. И сейчас для меня вопросы закрыты. И я два раза после ворсингвестмена выиграл. Для меня уже нет в нем принципиального соперника. Да, я знаю, что он всегда будет опасен для меня. Это крепкий спортсмен. Но я показал, что все окей для меня. Любимое твое упражнение, в котором ты чувствовал, что ты готов рвать, рвать, рвать и прогрессировать? Вот гантель. То, что мы говорили. Я не знаю, где тут потолок. Потому что я 153 килограмма поднял. Ну, назовем это образом. 152,3. Или 153,2, я не помню. Не важно, это очень много. Вообще. Я закинул, как бы все окей. Я толкнул. И я понял, что это легко. То есть, как бы, нет чего-то, что я думаю, ого, еще там килограммчик я не смогу. А там залетело легко. И, как бы, я не понимаю, где потолок. Я, если раньше всегда говорил, что мне нужно закрывать дырки свои и тому подобное. Сейчас мне просто интересно самому себя проверить и поднять рекорд мира с большущим запасом. Чтобы, возможно, через какое-то время я не смогу ставить рекорды. А мой рекорд уже хрен, кто перебьет многие года. В этом. Какой официальный твой результат? Официальный результат мой, ух ты, не помню. Наверное, самый большой 142, то, что я поднимал на соревнованиях. На тренировках 153. На тренировках 153, да. Я правильно понимаю, что вот эта вот гантель новая, которая приехала? Это новый гантель, да. 170 килограмм. Это задел на будущее? Это задел на 2022 год. Как бы я знаю, что я подниму. Вопрос в этом я себе не ставлю, сомнения точнее. Но не в этом. Что для этого нужно? Ну вот я имею в виду по технической, по подготовительной части. В любом случае, 153 килограмма и 170 это… Постараюсь объяснить. Я не тренировался до ВСМ на гантель. На ВСМ я там поднял две гантели. И как бы вообще не тренировался на гантель. Специально. Базу не делал, да? Не, просто гантель не держал в руках, не поднимал на тренировках. Потому что, ну, мне оно идет легко, я понимаю хорошо технику, не трачу время на это упражнение. Угу. И одновременно оно для меня очень легкое. То есть я там поднял, толкнул, кинул себе и не напрягаюсь особо. И я сделал всего лишь 5 тренировок с нуля, грубо говоря, до 153 килограмм. Это прошло 5 тренировок и как бы быстро адаптация идет к весам. То есть я правильно понимаю, что если ты просто больше уделишь этому внимание в процессе подготовки? То есть мне нужно просто еще, я думаю, еще 5 тренировок и 170 будет. Но я не хочу говорить, что это точно будет. Я просто говорю, я так думаю. Поднимать супер огромные веса официально не хочу. Хочу делать шагами, чтобы как бы инфоповоды были всегда. По 5 килограмм шаг в гантели, в такое вот как бы маленькое упражнение, я думаю, это достаточно хороший шаг. Если ты устанавливаешь новый мировой рекорд финансово, это как-то интересно? Это нужно отговаривать с каждым организатором. Кто хочет на этом заработать, тот как бы... То есть для них это инфоповод и ты им предлагаешь такую, к примеру, что возможность такой услуги и это можно обсуждать уже. Ну то есть есть несколько организаций, которые могут это сделать. Это Giant Life, это организатор Glenn Rose и World Ultimate Strongman. Как бы для меня лучше всего и удобнее всего это World Ultimate Strongman, потому что это взяли у меня в зале, все собрали, привезли судью официально, все в онлайне взвесили, при прямой трансляции я поднял и все. То есть мне не нужно куда-то ехать за 3,9 земель и тому подобное. Но в формате денег, наверное, больше всего заплатят Giant Life. То есть приехать в Англию, собрать стадион, пожалуйста, Леша подымай. И это будет чистый ивент, который посвящен... Не-не, это будет, скорее всего, одно из упражнений из пяти. То есть у нас как пять упражнений, первое какое-то рекордное. То есть чемпионат мира по луклифту, чемпионат мира по тяге, потом был аксель на максимум. И вот что-то такое, то есть всегда что-то первое идет на максимум. Мы приезжаем, там кто-то захотел сделать лог на максимум. Вот он там делал Iron BB, установил рекорд и снялся ему достаточно. Слушай, ну это очень популярный вопрос. Но вот сколько можно заработать на том, если ты поднимешь 150... Сколько официальный рекорд сейчас? 150 кг. 150. Если ты поедешь на соревнования и поднимешь 151, вот сколько можно на этом заработать? От 5 тысяч долларов. Вот 5 тысяч долларов. То есть 5 это, я думаю, что как бы минимум. Конечно, есть вариант, что могут и меньше предложить. Но я думаю, минимум это будет 5 тысяч долларов. Если мы затронули тему организаторов, можешь ли провести параллель, потому что ты выступал и там, и на том континенте, и на этом континенте. Вот разница между организацией и соревнованиями, участниками, которые проходят в Америке и те, которые проходят в Европе. Возможно, кто-то не доезжает туда, возможно, кто-то не доезжает оттуда-сюда. Я понимаю. Что ты видишь? Если мы берем Европу, то это Англия, потому что в Англии в основном все соревнования происходят в тех, которые в Европе. Мы можем разделить Украина, Англия и Америка. Ну еще у нас есть Дубай и в целом как бы арабский мир. Все очень по-разному. И берем Англию, это прекраснейшее шоу, там где сделано именно шоу. Люди приходят на стадион за деньги, покупают попкорн, пиво, там есть мерч разные, они кайфуют. У них выдаются журнальчики каждому, они смотрят какие там ребята, рост вес, кто что сделал. Там какая-то микроистория, то есть какие-то комиксы типа для них. Они уже вовлечены, они смотрят, там кайфуют. Все быстро очень проходит, потому что люди не хотят втыкать просто. Америка, Америка происходит долго. Все делается для удобства спортсменов. Спортсмены выступили и 3-4 часа они могут там дурака валять. Восстанавливаться. Восстанавливаться, да. То есть и тут вот так вот. Но в Америке нет стадионов. В Америке стадионы, также много людей чаще всего. Все тоже очень красиво, но люди стоят. Стоят, вот урок был последний, это стадион был. Первый раз стадион. Красиво, все классно, но опять же долго-долго все ждут следующее упражнение. Хорошо, а если брать Дубай? Дубай, это все очень дорого, богато. Там последние разы было тоже очень быстро, потому что прямая трансляция идет. Люди покупают эфир и хотят смотреть быстро. И нас опять же гоняют. И в этом есть также проблема. Потому что пронести коромысло 450 кг за минуту на максимум, то есть 70 метров мы оттарабанили. Это огромное количество просто проделанной работы. Организм выжигает все, что может себя. И восстановиться после этого нужно, я не знаю, ну хотя бы час. Чтобы там печень переболела, то все прошло. Но я очень сильно почувствовал печень тогда. Потому что, я не знаю, то ли желчная, то ли печень. Ну короче, очень сильно болела в боку. И я перед последним упражнением прям блевал. Я сначала все вышло, потом кровь вышла. И было достаточно так опасно и печально одновременно. Но оставалось... Шоу требует шоу, да? Да. А я слышу, что там шары уже сбрасывают. Моя очередь сейчас будет подходить. У меня нету варианта просто доумываться нормально. Там посидеть и восстановиться. Хорошо. Я понимаю, что мне нужно бежать. Я бегу там, сразу мотаюсь и стою, жду. То есть ты кайфуешь в основном... Если я правильно понял, то для тебя UK, Великобритания, то есть это вот кайф по выступлениям, да? То есть это как бы шоу, это картинка красивая. Да. Наверное, самое вот большее удовольствие получаю от Аннели, Giant Life. Угу. А второе место, наверное, это Worst Nugest Man. Потому что там весь мир смотрит на эти соревнования. И здесь собрались все самые сильные 25 мужчин, которые проверяют, кто же самый сильный. И здесь включается именно вот... Если на других соревнованиях это заглаживается, то тут включается прям война. Каждый заточен на свой результат. Все нафиг, все работаем только своим результатом. И там уже эмоции идут. Каждый балл настолько ценен, что все выдаются и выкладываются на 100%. И... Но я иногда удивляюсь, а как можно было мне при моих антропометрических данных сделать то, что я сделал? Если я смотрю, возле меня стоит чувак 160-170 кг, который тренировал это упражнение, вырабатывал, прям прорабатывал, и он опоздал. Он не успел сделать то, что я сделал. Я иногда думаю, блин, ого. Но это просто вся сила, к чему я веду, что вся сила у нас в голове. Я зародился, думаю, мне нужно выиграть, сейчас будем исполнять. И вот так вот оно работает у меня. Какие планы на следующие 4 года? Фух, 4 года. План... Есть желание. План на год есть. Желание выиграть как можно больше соревнований. В приоритете, конечно, ворс-нагесмен. Стать самым титулованным человеком планеты в целом своего вида спорта. Ставлю цели самые максимальные. Не добьюсь, пройду даже половину уже круто. На год. Закрыть все дырки. Сделать так, чтобы на любых упражнениях я мог выигрывать. Не важно, для высокого это сделано, для низкого, для быстрого или для силыка. Чтобы я был максимально универсален, чтобы я мог выигрывать в любимых упражнениях других спортсменов, а не только в своих. Тачка, мечта, тачка, на которой ездишь? Я сейчас езжу на Мерседесе, видел как бы, ну, относительно хорошая, относительно старая машина одновременно. Хотелось бы обновить. Не хочу каких-то там джипов больших, крутых. Просто хотелось бы обновить такого же примерно класса. Просто новее и чуть мощнее хотелось бы. Вот и все. То есть не гонюсь за машинами на данный момент. Хотелось бы наладить процесс пассивного дохода. Тогда я уже, если я с дохода возьму деньги и куплю себе машину, для меня это будет гораздо приятней. Каким образом? Что ты видишь сейчас? Разного рода инвестирования во что-то. То есть всегда есть люди, которые хотят работать и нет денег. А есть люди, у которых есть деньги и нет возможности работать. Например, как бы разные виды деятельности. От строительства до инвестирования в IT-технологии. То есть от и до всех, всех вариантах, наверное, не буду рассказывать. Ну, бренд твой. Когда мы это увидим и что это будет? Уже пробный вариант у меня лежит на новой почте. Сегодня прям тут рекламка залетела. Я понял. Когда мы увидим в Украине, не знаю, я буду, наверное, ставлю какой-то там 30 каждого размера, 30 единиц. В основном это будет на Англию, на Америку. Потому что дорогая себестоимость. И чтобы хоть что-то зарабатывать, это либо практически ничего не зарабатывать, либо люди будут думать, что я совсем с ума сошел. Как это можно будет купить? Как это можно купить? В Инстаграм я сделаю дополнительный Инстаграм-магазин. Специально по бренду. И также в Англии это будет Play Market или как это называется. Это будет специально у Люка Столькмана и Тома Столькмана. То есть у них уже база хорошая есть. У меня просто будет как дополнительный. Это пока будут футболки, что-то еще может быть? Пока футболки и сразу же мы будем. Это как пробный вариант. Сначала мы отправляем 200 с чем-то футболок. Оно должно залететь. Потому что я уже вижу, что запрос есть. Люди прям пишут, где мы можем это взять. И как только они расходятся, сразу же делаем большую партию. И думаем, что же мы можем еще. Футболки другие. Буду уже заниматься этим чуть-чуть глубже. Понятно. Такой вопрос всем его задаю. Потому что у каждого есть свое мнение. У каждого есть свой взгляд. Что в твоем понимании горячая голова, холодное тело? В warm body, cold mind. То есть оно к спорту? Оно не к спорту? Может быть? Это к спорту. В целом, наверное, это правильный подход в жизни. Готовность сделать что-то очень большое. И сразу, без раздумий. Но опять же, холодная голова, если ты обдуманно это делаешь. Как бы принял решение и делаешь, а не сделал. А потом блин, что-то я натворил, конечно, дело. Правильный расчет того, чего ты делаешь. Если мы берем о соревнованиях, горячая голова. Я могу за пять минут себя накрутить так, что я буду поднимать на 20% больше, чем я поднимаю в зале. Горячее тело – это о том, что твое тело может сделать в теории. А голова – это процессор, который запустит в действие этого тела. То есть, если будет голова. Но если это все поменять, то все поломается. Я бы хотел пожелать, с учетом твоих амбиций и огня в глазах, я бы хотел пожелать тебе, чтобы у тебя был warm body, cold mind. Чтобы у тебя были правильно расставлены приоритеты, чтобы ты правильно их взвесил. Там, где надо – отождался, там, где нужно – выстрелил. И чтобы через два года, как мы два года назад записывали видео здесь первое, чтобы через два года мы с тобой опять встретились, так же спокойно могли пообщаться и ты уже в новых титулах, в новых рангах. Надеюсь. смог бы рассказать какие-то новые высоты, которые подтянут тех ребят, которые идут за тобой, как за примером. Друзья, спасибо большое вам за просмотр этого видео. Если у вас есть вопросы, которые не были бы озвучены в этой программе, задавайте в комментариях. И так же напишите, пожалуйста, отзывы в комментариях, как вам формат видео. Благодарю всех за поддержку. Всех обнял, всех поднял.